Друзья, если вы продаете свои товары или услуги через YouTube, но у вас это плохо получается, не расстраивайтесь. Сегодня я расскажу, почему так происходит и что нужно делать, чтобы изменить ситуацию. Привет, меня зовут Андрей Старунов, я сертифицированный специалист YouTube и эксперт в области создания, продвижения и монетизации YouTube каналов для бизнеса. Давайте разбираться, в чем же проблема. Поехали! Итак, чтобы продавать свои товары или услуги через YouTube, нужно понять одну очень простую вещь. YouTube не интернет-магазин и он не продает товары напрямую. Люди приходят в YouTube по сути по двум простым причинам. Первая – развлечься, посмотреть какой-то развлекательный контент, отдохнуть и развеяться. Но поскольку первый случай к нам не относится, то мы переходим ко второму. Вторая причина, по которой люди приходят на YouTube, они хотят найти ответы на свои вопросы. Либо решить свои проблемы или задачи, которые перед ними стоят. И вот здесь мы можем, во-первых, им помочь, а во-вторых, сыграть на этом и, соответственно, удачно реализовать свои товары и услуги. Единственное, что нужно сделать, это грамотно подойти к этому вопросу. Не продавать напрямую, потому что люди не пришли на YouTube смотреть рекламу. Рекламы и так в жизни хватает. Это и телевидение, и радио, и баннеры, и все, что угодно. Да и на YouTube рекламы полно, и, ну, согласитесь со мной, люди не любят рекламу. Они не любят, когда им напрямую что-то продают. А в большинстве случаев компании именно это и пытаются сделать. То есть продать свой товар или услугу прямо напрямую. Вот у меня есть такая классная вещь, она вот делает то-то, 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 у нее какие-то характеристики, такой функционал. Покупайте, ссылка в описании. А теперь самое главное, чтобы успешно продавать, нужно правильно отвечать на вопросы пользователей, решать их проблемы и задачи. Каков принцип вообще продажи на YouTube? Смотрите, как я и сказал, YouTube не продает напрямую. Он помогает принять решение о покупке. Пример. Я ищу видеокамеру. Что я делаю? Какая последовательность моих действий? Во-первых, я определяюсь с целями, зачем мне нужна видеокамера. Во-вторых, определяю бюджет, сколько я готов потратить на видеокамеру и вообще на съемочное оборудование. Далее в этом бюджете выбираю модели, которые под него подходят. И после того, как я определился с целями, выбрал свой бюджет и модели, которые к нему подходят, я иду на YouTube и смотрю обзоры, тесты и отзывы оборудования, которые я выбрал. И именно вот эти тесты, обзоры и отзывы помогают мне принять решение, чтобы купить окончательный продукт, то есть ту или иную камеру. И в принципе это работает с любым продуктом и услугой. То есть, чтобы принять решение, мне нужно посмотреть тест, обзор, отзывы людей, которые уже пользуются оборудованием либо услугой, которую я хочу приобрести. И исходя из этого, вам надо развивать свои каналы. Причем стратегии бывают разные. В каких-то случаях мы развиваем канал бренда именно в этом ключе, чтобы люди видели обзоры, тесты, отзывы, решали свои проблемы и задачи, получали ответы на свои вопросы. А в некоторых случаях можно развивать вообще канал, никаким образом не касающийся бренда, где, например, блогер будет делать тоже тесты, обзоры и отзывы на какую-либо технику. Но в большинстве случаев это будет техника того или иного бренда, и бренд будет взаимодействовать с этим блогером напрямую. То есть здесь стратегии различные, очень тонкие. И на самом деле не все так просто, как кажется, но общее понятие вы должны знать. То есть YouTube не продает напрямую. YouTube помогает принять решение. И в этом же ключе еще один важный момент – это настройка рекламных видеокомпаний через Google AdWords. Когда иногда спрашивают заказчики, вот вы настроите компанию, какой нужен бюджет, сколько мы получим продаж. И вот здесь я хочу тоже сделать небольшое пояснение. Рекламная компания, видеокомпания на YouTube, она тоже не продает напрямую. Она помогает увеличить охват целевой аудитории, чтобы привлечь к бренду, либо каналу, либо к какому-то конкретному видеоролику, или услуге, или товару большое внимание со стороны, как я сказал, целевой аудитории. Здесь тоже есть свои фишки, секреты, нюансы, которыми я могу поделиться, но уже в отдельном видео, потому что довольно обширный материал получится. И если вам это нужно и интересно, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А теперь давайте подведем итог. YouTube не продает напрямую. YouTube помогает принять решение о покупке. Рекламные видеокомпании в AdWords не продают напрямую. Рекламные видеокомпании в AdWords помогают увеличить охват аудитории, привлекая внимание к вашему товару, услуге, бренду, каналу. И это очень важные вещи, которые нужно понимать. Надеюсь, информация была для вас полезна, и я уже говорил про лайки, ну, еще раз можете поставить. На этом сегодня все, до встречи в новых выпусках, увидимся, пока-пока.